Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим про джетту 46. Но честно говоря, данную машину обсуждать крайне сложно. Ее уже 40 раз обсудили, 40 раз делали на нее обзоры, заценили все, что можно было заценить. Поэтому рассказывать о данной машине особо нечего. Я думаю, что все вы ее знаете. Могу сказать только за орудие. Орудие меня, честно говоря, очень-очень радует до сих пор. Несмотря на то, что машину я брал в тот момент, когда ее все уже считали немножко устаревшей. Дело в том, что когда она появилась первый раз на продаже, у меня, к сожалению, не было финансовой возможности ее приобрести. Ну а в следующий раз, когда она выпадала на продажу, это был новогодний аукцион. И я с удовольствием на новогоднем аукционе данную машинку себе прикупил с существенной скидочкой. Если я не ошибаюсь, что-то в районе 7500-7600, что-то такое. Короче говоря, очень удаченько приобрел себе данный аппарат и я до сих пор ему рад. Я получил его в руки тогда, когда все уже научились с ним справляться. Он не настолько пугающий и угрожающий на сегодня уже. И тогда уже был не таким угрожающим. Но мне, честно говоря, машинка очень зашла и очень нравится. Нравится непосредственно самим орудием. Дело в том, что кто-то скажет, что ДПМ маленький в 2040 единиц. Но, ребят, давайте к ДПМу вернемся чуть позже. Заценим следующие цифры. Время сведения разброс на 100 метров. Просто божественные две цифры, как для орудия 8 уровня. И оно действительно комфортное, это орудие. Мы сейчас зацениваем это непосредственно в катках. Время перезарядки между выстрелами 2,5 секунды. Короче говоря, за, грубо говоря, 5 секунд вы отбрасываете 3 раза по 240. Согласитесь, довольно-таки, ну, неплохо. Что касается бронепробития. 180 не, конечно, имба, не супер потолок. Но, ребят, в игре достаточно, хватает. Тяжей выцелить можно. Тем более, что, еще раз повторюсь, довольно-таки точное орудие. И даже на дальних расстояниях, на проджетке 46, можно комфортно отыгрывать. Время перезарядки, как бы, магазина нет, потому что это не цикличный магазин. Это система дозарядки. И, согласитесь, по 5 секунд дозарядка довольно неплохо. И даже если мы говорим о первом снаряде, то 6,3 для альфы в 240 тоже довольно неплохо. Многие цикличные орудия имеют такое время перезарядки, сравнительно такую же альфу на восьмом уровне. Итак, ребят, возвращаемся к вопросу ДПМа. Кто-то скажет, что мало. Но я скажу, нет, ребят, вы смотрите не на цифру. Вы смотрите на то, как этот ДПМ можно или нельзя реализовать. Понимаете, бывают такие машинки, у которых ДПМ написан, допустим, там 3000 с копейками. Офигительная цифра. Согласен, суперская. Но, ребят, вы попробуйте на этой машинке прожить, помотаться, сдержать натиск какой-то, перекинуться на другой фланг и так далее. И здесь сразу возникает вопрос, а можете ли вы реализовать 3000 с копейками ДПМа? То есть 3000 с чем-то ДПМа, 2000, как в данном случае, 242. Этот ДПМ считается, грубо говоря, вы стоите просто рядом с каким-нибудь АФКшным противником, в которого, как только вы перезарядились, вы сразу отбрасываете снаряд. В таком случае вы сможете за минуту набросать вот тот ДПМ, то количество урона, которое прописано в характеристиках техники. Здесь ДПМ цифра в характеристиках небольшая, но она реализуемая. И реализуемая порой гораздо лучше, чем на танчиках с большим заявленным ДПМ. Но, короче говоря, ребят, разговоры разговорами, но Progetto 46 это один из тех танков, которые необходимо смотреть исключительно в самом бою. Я не вырезаю ничего, ничего не склеиваю. И я сейчас буду играть, вот как получится, так я и отыграю на Progetto 46. Но, честно говоря, для меня лично Progetto это не имба. Progetto это хорошая СТшка, которая позволяет вам периодически неплохо фармить, на которой можно периодически случайно слиться, да, то есть затупить в бою и сделать что-то неправильно. В то же время, вне зависимости от того, для меня лично проиграю я или выиграю на Progetto 46, я в любом случае, практически от любого боя получу удовольствие. И это самое главное, это самое ценное, самое важное, что должно вас интересовать. Ни цифры ДПМа, ни время перезарядки. Вас должно интересовать, сколько удовольствия вы сможете получить от данной машины. Я получаю данное удовольствие, можно сказать, с лихвой. Даже если меня сейчас сольют, даже если меня вынесут, я все равно довольно бодренько катаюсь по карте, получаю удовольствие от того, что накидываю по противникам. Некоторые противники не сильно хотят со мной связываться, потому что понимают, что если я сейчас отброшу в них барабан, будет прям совсем неприятно. Вот сейчас игровая ситуация явно не в мою пользу, я сейчас не буду разбирать того товарища, я сейчас попробую вынести сначала вот этого, а потом начну прятаться от вот этого по максимуму. Понятное дело, что скорее всего у меня ничего не получится, но сейчас больше фарт на моей стороне, спасибо большое Химере. Сейчас немножечко придется посейвиться. Не донес, но зато донесла Химера, а мне ну прям совсем повезло. И вот, ребят, за вот эту вот шикарную подвижность, за возможность отбрасывать через каждые 5 секунд довольно неплохое количество альфы, мне проджетка и нравится. На ней можно действительно в любой практически момент, в случае, ну прям какого-то сильно большого стрёма, свилять куда-нибудь. Она это позволяет, все-таки, ну, машинка довольно подвижная, довольно верткая. Это первое. Второе. Когда вы выцеливаете противника, и в этот момент вы понимаете, что нанести ему урон вы сейчас не сможете, вы не то чтобы просто ждете своей возможности, вы продолжаете дозаряжать свой барабан. И это очень приятно. То есть, есть у вас один снаряд, вы рассчитываете на ту альфу, которая у вас есть. Не можешь ты сейчас выстрелить, у тебя продолжается дозарядка барабана, и вот у тебя в барабане уже 2 снаряда, потом 3 снаряда. На цикличном орудии или на цикличном барабане вы себе такой роскоши позволить не сможете. Я не знаю, возможно, я как-то не совсем правильно могу объяснить свой ход мысли, но секунду прервусь. Итак, по результатам боя, я бы сказал никудышним для проджеты, потому что это действительно не результат для данной машины. 1130 единиц урона, 1 забранный противник. По количеству фарма, который приносит машина, с учетом према за вот такой вот, ну вообще никакой бой, 30800. За этот же бой без учета према, без учета бустеров там, ну короче, без учета вообще чего-либо, просто чистоганом было бы 13600. И для проджеты это, ну не то, чтобы там не потолок, это такое дно, ну прям вот совсем-совсем проджетка вывозит гораздо больше. В результативности команды я тоже не особо там явно блеснул, ну да, вот пожалуйста, третье место с конца. Так вот, продолжая мысль и параллельно запрыгивая в следующий бой, хотелось бы сказать, что когда у вас в руках орудие цикличное, пускай даже с такой же альфой или даже с выше альфой, чем у проджеты, да, то есть у проджеты, допустим, там 240 альфа, вы на цикличном орудии каком-то другом можете иметь альфу, допустим, 280, 300, 320. Не имеет значения цифра. Имеет значение то, что у вас вот этот порог альфы, он у вас висит до тех пор, пока вы не отбросите эту альфу. И только лишь после того, как вы избавитесь от этого снаряда и заработаете честно нанесенный противнику урон, вы уходите на перезарядку и ждете момента получить возможность еще раз кинуть такое же количество альфы. Про джета же, если вы в кого-то разрядили барабан, или вы в кого-то пытались его разрядить и не все снаряды туда залетели, вы в любом случае с пустым барабаном, будь то один снаряд в остатке, два, или у вас вообще ничего в барабане не осталось, вы начинаете перезаряжаться. И после первого же вашего выстрела у вас есть возможность скинуть еще раз или дозарядить снаряд. Или если вы отбросили все снаряды и зарядили один и не смогли сделать шот по противнику, то после этого вы не теряете время. Вы это время толково тратите на то, чтобы дозарядиться еще на один или два снаряда. И это крайне приятно. Сейчас от вот этого товарища девятого уровня, кроме как сваливать, особо вариантов никаких нет. Нас потихоньку окружают. Я имею ввиду меня и моего легкого собрата. В данном бою жить мне осталось абсолютно недолго. Танковать особо нет возможности, потому что либо с тыла будут разбирать, либо спереди. Но вот такой вот бой получился второй. Я не знаю, честно говоря, имеет ли смысл досматривать данный бой и имеет ли смысл переснимать видео. Я, наверное, просто выйду из боя, не дожидаясь окончания боя и не ожидая результатов. Я надеюсь, что окончанием моего видео станет мой рассказ о впечатлениях по Progetti 46, который, возможно, повлияет на вас, особенно если вы не первый раз смотрите мои видео. Давайте начнем с того, что... Ну, я сейчас переключился на Шкодку Т27. Очень нравится мне тоже данная машинка. Очень хороший премчик восьмого уровня. Но это как отступление. Переключился просто, чтобы не было пустого ангара. Итак, ребят, давайте я вам скажу так. Смотрите, все свои видео я снимаю с первого раза, с первого дубля. И даже если что-то не вышло, выкладываю так, как есть. Что касается Progetti. Я среднестатистический игрок и за себя могу сказать. Это один из любимых танков моих в игре. Если бы меня спросили, за какой ценник Progetti можно покупать себе, я бы сказал, что ценник в 8000 на прогу, это вполне нормальная аргументированная цена на данную машину по состоянию на сегодняшний день. Я однозначно рекомендую данную машину любителям фана. Я понимаю, что не все смогут играть на данной машине. Данная машина не совсем для новичка. Она слишком картонная. Но, ребят, ее плюсов в виде обалденного орудия, в виде шикарного, точного орудия с хорошим ДПМом реализуемым и ее великолепной подвижностью, уверен, что именно эта машина доставит огромное количество удовольствия огромному количеству игроков. Возможно, кто-то сейчас начнет хаять меня в комментариях по поводу того, что я выложил видео, которое они показывают во всех красках Progetto, по поводу того, что я раково играю, ну и подобные вещи. Ребят, я с вами абсолютно согласен в отношении того, что бои, которые вошли в обзор данной машины, это не прям супер, и это не потолок того, что может Progetto, или того, что может игрок, играя на Progetto 46. Но, к сожалению, моя политика такова, что я ничего не вырезаю, ничего не склеиваю. А посему обзор Progetto 46 в его честном виде получился таким, каким получился. Если вы за честные обзоры, если вы за честное мнение, если вам нравятся такие видео, и нравится, в частности, видео на моем канале, обязательно подписывайтесь по желтому шильдику, я вам буду безумно благодарен, я стараюсь именно для вас показать машины такими, какими они есть в руках среднестатистического танкиста, а не в руках суперскиллового имбового игрока, который будет на каждой машине отыгрывать просто имбически, и предлагать вам приобрести данную машину, если вы хотите играть точно так же. Вот только в противоположном случае есть вероятность, что вы купите себе эту машину, но не будете играть настолько клево, и настолько зажигательные бои у вас будут, как были у товарища обзорщика, с 78-80% побед. Ребятки, на данный момент все, подписывайтесь на канал, буду безумно благодарен, мира вам и спокойствия.